В наш век свободной информации трудно представить себе, что государство может утаить подробности каких-то происшествий, но так было не всегда. Еще каких-то полвека назад люди были вынуждены довольствоваться сведениями, полученными из газет. А кто контролировал печать? Само собой государство. Советский Союз умел охранять свои тайны. Подробности трагедии держали под семью замками, чтобы у людей сохранялось ощущение нормальной жизни. Наверное, столько секретов, сколько хранила СССР, не было ни в одной стране мира. Железный занавес скрывал все, что не соответствовало красивой советской жизни. Кыштымская авария, 1957 год. Об ужаснейшей ядерной аварии, произошедшей в Советском Союзе в 1957 году, весь мир узнал только спустя 30 лет. Трагедия случилась на юге России, недалеко от города Кыштым. Авария произошла из-за взрыва в емкости, в которой хранились радиоактивные отходы. Эта емкость имела форму цилиндра, из нержавеющей стали и была покрыта бетоном. Причем сконструирована она была так, что в случае ремонта подобраться к ней было просто невозможно. Наверное, потому что прочности конструкции сомнений у разработчиков не возникало. В конце сентября из строя вышли охлаждающие системы. Заниматься ремонтом никто не стал. Ее просто отключили. Спустя несколько дней прогремел взрыв в хранилище с 80 метрами кубических ядерного мусора. Сила взрыва подняла часть радиоактивного мусора на полтора километра, в результате чего образовалось облако. Уже спустя 12 часов в радиусе 350 километров выпали радиоактивные осадки. Они накрыли собой территории Свердловской, Челябинской, Тюменских областей. Всего пострадало более 20 тысяч километров квадратных. В результате катастрофы были разрушены дома более 10 тысяч человек. От радиации пострадало около 300 тысяч человек. Впервые спецслужбам США о трагедии стало известно в 60-х годах. Но опасаясь отрицательного отношения к ядерным испытаниям, в мире о ней умолчали. А в 1976 году о ней в прессе заявил советский эмигрант. СССР подтвердило сведения о катастрофе лишь спустя несколько лет после взрыва на Чернобыльской АЭС. Холодная война между СССР и Западом диктовала условия первенства во всех отраслях жизни. Такая же позиция была и в сфере космонавтики, где СССР и США соревновались в том, кто первый из них запустит человека в космос. Все данные о проводимых исследованиях Советского Союза строго засекречивали. А многие имена летчиков, космонавтов, которые готовились к полетам долгие 30 лет, были засекречены. Так произошло и с Валентином Бондаренко, летчиком, который был членом первого космического отряда СССР. В 1960 году его отобрали для участия в подготовке к космическим полетам, и он стал четвертым в списке из 29 летчиков, готовившихся к первому космическому полету. К сожалению, полететь ему так и не удалось. Летчик проходил необходимую для космического полета подготовку. Одной из тренировок было 10-дневное пребывание в сурдобарокамере, в НИИ 7. Испытание подразумевало пребывание в одиночестве и тишине, однако судьба сыграла с ним злую шутку. Во время одного из медицинских исследований он совершил ошибку. После снятия с тела датчиков он протер те места на теле, на которых они были закреплены, спиртом, а ватный тампон выбросил. Тампон попал на раскаленную спираль электроплитки и вспыхнул. Так как внутри барокамеры почти весь воздух состоял из чистого кислорода, то огонь мгновенно распространился на всю камеру, и шерстяной костюм летчика мгновенно загорелся. К сожалению, спасатели не смогли открыть барокамеру быстро, так как между ней и окружающим пространством существовал большой перепад давления. Когда Бондаренко достали из сурдобра камеры, он был жив, хотя получил ожоги более 98% тела. Полностью сгорели глаза, волосы и кожа. Кровеносные сосуды смогли найти только на ступнях ног. Находясь в болевом шоке, летчик шептал, что ему очень больно. Его срочно транспортировали в Боткинскую больницу, где, несмотря на усилия врачей, он умер через 16 часов от ожогового шока. Через 19 дней в космос полетел Юрий Гагарин. Через год, в 1961 году, Валентина Бондаренко наградили посмертно Орденом Красной Звезды. Посмертно. А у него осталась жена и малолетний сын. Государство семье не помогло. Они лишь получали пенсию до совершеннолетия ребенка. О семье постарались забыть. Валентина похоронили в Харькове. На обелиске была высечена надпись «От друзей летчиков». И только в 80-х годах приписали надпись «Космонавтов СССР». Все данные о происшествии с Валентином Бондаренко были засекречены до 1986 года. Именно тогда история о его гибели была описана в газете «Известия». Скрытый Голодомор 1932-1933 годов Очень долго все данные о Голодоморе 1932-1933 годов в некоторых районах СССР замалчивался. О нем пытались забыть и вычеркнуть из истории, как то, чего на самом деле не было. Политика коллективизации, продразверстки и хлебозаготовок, проводимая советским режимом, привела к тому, что на ряде территорий Советского Союза, особенно Украины и Казахстана, вспыхнул ужасный голод. В последнее время возникали теории о том, что голод на Украине был вызван преднамеренно для искоренения непокорного народа. Однако утверждать об этом на 100% нельзя. Специально или нет, но такая политика забрала жизни миллионов человек. Страшным является и то, что ужасный голод был скрыт от иностранных государств. О нем ничего не знали. Или знали, но не хотели накалять отношения со Сталиным. Для того, чтобы скрыть все ужасы, происходящие в СССР, высшим руководством разыгрывались настоящие спектакли перед иностранными туристами и корреспондентами. Прилавки магазинов были забиты всевозможными продуктами. Однако зайти туда простым гражданам было невозможно. Любые попытки оканчивались арестом. Иногда такие представления доходили до абсурда. Улицы вымывали, а в крестьян переодевались ответственные партийные работники. Устраивали такие представления не зря. Посетивший Украину премьер Франции говорил, что попал в настоящий цветущий сад. Точной цифры умерших от голода нет до сих пор. Однако некоторые исследователи называют цифру – до 7 миллионов человек. Не зря перепись, которую в СССР провели в 1937 году, была засекречена. К сожалению, только в последние годы была дана правдивая оценка событий – кошмара 1932-33 года в Союзе. Катынская трагедия. Долгое время трагедия, произошедшая в Катынском лесу, была засекречена. И мировая общественность делала вид, что ничего об этих событиях не знала. Ужасы массового расстрела СССР скрыло небеспомощи в Великобритании и США. Отношения Польши и СССР были всегда очень сложными. В 1939 году состоялся четвертый раздел Польши. В советском плену оказалось более полумиллиона поляков. Большинство советской власти передали германским войскам, а около 40 тысяч оказались в советских лагерях. В 1940 году Берия заявил Сталину, что в лагерях на территории Польши и Союза содержится очень много бывших польских офицеров, работников разведывательных отрядов и националистов. Таким образом, было заклеймено около 25 тысяч польских граждан, чье прошлое не понравилось властям СССР. Было принято рассмотреть их личные дела с особой тщательностью и применить к ним расстрел. В апреле приговоренных группами по 350-400 человек вывозили в Катынский лес на расстрел. Особо опасным набрасывали на голову шинель и стреляли в затылок возле рва. При этом использовались пистолеты немецкого производства. Позже этот факт СССР использовала на Нюрнбергском тригунале, пытаясь доказать, что убийство совершали немцы во время оккупации СССР. Приехали делегаты, представители различных подразделений, в том числе из моей 2-й пехотной дивизии, 5-го полка. И все говорили, что ни у кого не осталось сомнений в том, что это преступление совершили немцы. Этого мнения СССР придерживалось до 1990 года, категорически отрицая свою вину. Я тоже все равно не поверил. Если бы поверил, что ты русский, рассказал бы, мне тоже бы уже не было бы живых. Однако Великобритания и США знали о вине Советского Союза. Так Черчилль в неофициальных разговорах подтверждал, что это дело рук большевиков. Но в то же время наложил цензуру на английскую прессу в этом вопросе. Рузвельт также не хотел открыто обвинять Сталина. Данные о том, что правительство знало о вине Союза, всплыло в США лишь в 1952 году. Экраноплан. Гонка вооружения, которая началась сразу после окончания войны, дала резкий толчок для инженерно-конструкторских разработок Советского Союза. Одной из таких новинок стал экраноплан. В середине 60-х годов американскому спутнику-шпиону удалось сделать снимки неоконченного советского гидроплана. Американцев поразил громадный размер летающего судна. В США ничего подобного, конечно же, не было. Более того, американские эксперты заявили, что столь огромный размах крыла даже не позволил бы самолет взлететь. Размер был не единственной странностью летающего аппарата. Его двигатели располагались слишком близко к носу аппарата, чем к его крыльям. Однако разгадать тайны летательного объекта американцам так и не удалось. Вплоть до развала СССР засекреченным объектом оказался Каспийский морской монстр. Экраноплан. Своего рода аппарат, совместивший в себе самолет и корабль, который мог бы летать всего в нескольких метрах от поверхности воды. Разработки были сверхзасекречены. Нельзя было даже упоминать название аппарата. На проект выделялись огромные средства, так как разработчики надеялись на то, что в перспективе такие экранопланы будут очень полезны. Предполагалось, что такие монстры смогут перевозить сотни солдат. Танки на скорости около 500 км в час. При этом они были полностью невидимыми для радара. Общая масса экраноплана с грузом могла достигать 500 тонн. На аппарате предполагалось установить экономные двигатели, которые бы поглощали топливо меньше, чем многие грузовые самолеты. В ходе разработок конструкторам удалось построить всего один такой экраноплан, длина которого превышала Боинг в 2,5 раза. Он был оборудован восьмию реактивными двигателями и шестью боеголовками с ядерным зарядом. Во время первого полета экраноплана, который был построен на Нижегородском заводе и авиастроительном имени Орджоникидзе, за штурвалом сидел сам конструктор, гиганта Ростислав Алексеев. Испытания длились 15 лет, а в 1980-м во время аварии экраноплан был уничтожен. Катастрофа на Байконуре 1960 года. К сожалению, советскому народу очень часто была присуща халатность и наплевательское отношение к своей работе, что очень часто приводило к авариям и катастрофам. Одной из таких широкомасштабных катастроф стала катастрофа Неделина. Она произошла во время подготовки к первому пуску межконтинентальной ракеты Р-16. За полчаса до предполагаемого запуска ракеты случился запуск одного из двигателей. В результате были разрушены баки с топливом и началось возгорание ракетного топлива. В ходе расследования было выявлено, что накануне произошел прорыв в мембране одного из баков, и топливо в нарушении инструкции не было слито. Для ускорения подготовки к старту, внешнюю ампульную батарею установили на борт ракеты за час до старта, что привело к появлению напряжения в электрических цепях ракеты, что и привело к замыканию контактов и взрыву. По всем правилам ракета должна была быть отправлена на перепроверку, а это бы затянулось на несколько месяцев. Командовал запуском ракеты главнокомандующий ракетными войсками Митрофан Неделин, который и отнесся к произошедшей накануне поломке в ракете довольно поверхностно. Тем более у него был приказ запустить ракету ко дню Великой Октябрьской революции. Произошедший взрыв носил ужасающие масштабы. Все находящиеся на пусковой площадке люди погибли. Температура была настолько огромна, что было распавлено покрытие площадки, из-за чего убежать никто не смог. Все сгорели заживо. Катастрофе погибло более 80 человек. Около 50 было ранено. Вся информация о катастрофе была тщательно засекречена. Никаких официальных заявлений не последовало. Было объявлено, что командующий ракетными войсками Неделин погиб в авиакатастрофе. Всем близким погибших говорили о том, что их родные погибли в результате несчастного случая. Однако информация о трагедии все равно попала в иностранные СМИ. И уже в конце 60-го года итальянцы сообщили о катастрофе, где погибло 100 человек. А через 5 лет в Англии один из разоблаченных советских разведчиков подтвердил данные о катастрофе. СССР впервые заявило о катастрофе лишь в 1989 году в журнале «Огонек», где был опубликован очерк. Города, которых не было. В советские времена существовали города, которые не были отмечены ни на одной карте. Об их существовании знали только те, кто там жил. Такие города получили свой статус из-за размещения в них секретных объектов государственной важности. Попасть туда обычному человеку было просто невозможно. Из-за строжайшей пропускной системы, из-за секреченности местоположения города. Как правило, им давали название областного центра с добавлением номера, например, «Пенза-19». Такая секретность часто помогала скрыть катастрофы, которые здесь случались, как в случае с радиоактивной катастрофой в Челябинске-65. Однако у этих городов были и плюсы. Они хорошо снабжались, здесь были всегда дефицитные товары, а уровень преступности был почти нулевой. Устроиться на работу в такой город было очень сложно. Проверяли родственников чуть ли не до пятого колена. Каждый из таких городов имел свою секретную специфику. Так, в Загорске-6 находился вирусологический институт. Разомас-16 занимался ядерным оружием. В Свердловске-45 занимались обогащением урана. Позднее в некоторые города разрешилось приезжать родственникам жителей. Однако для этого они проходили строгую проверку в специальных органах. Всего по имеющимся данным в Союзе было 42 закрытых города. Однако 15 из них являются закрытыми сейчас. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. У меня также есть бусти, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на ютуб. Некоторый контент будет сугубо только на бусти. С вами не прощаюсь и до встречи.